Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Сегодня я учусь в своей книге «Драгоценные истины». Сегодня 22 ноября. Наша тема называется «Обращение к богатым». Вы, наверное, подумали, вот бы это обращение было ко мне. Если вы будете верными, будете сеять в Божье Царство, усердно трудиться на своем рабочем месте, то однажды это обращение будет касаться и вас. Если вы уже достигли материального благополучия, примите эти слова к сведению, потому что раз Павел обращался к богатым, значит, в новозаветной церкви было много богатых. В церкви были богатые люди. Не все были бедны. Их было немного, но они были. Павел призывает богатых не превозноситься, не думать, что они лучше остальных. Будем помнить, что мы все спасены одной и той же кровью. Мы все вошли в этот мир одинаково, и одинаково уйдем из него. Может быть, в жизни у нас различный статус, но входим в жизнь и выходим из нее мы одинаково. Прочитайте книгу Экклесиаста, где Соломон очень много говорит об этом. Послушайте, что говорит Павел в первом послании к Тимофею 6, 17. «Богатых в настоящем веке увещевай». Богатые практически «плусиас». Это одно из моих самых любимых слов. Словом «плусиас» называли людей, которые владели сказочным богатством. То есть это не просто богатый человек, а богатый до безобразия человек. Этот человек, который купается в деньгах. Он пишет «богатых в настоящем веке увещевай». Иными словами, увещевай сказочно богатых людей, чтобы они не были высокомерными. Быть высокомерным значит ставить себя выше других или считать себя лучше других, потому что у вас большое владение. Ваше имущество не делает вас лучше других. Павел пишет «увещевай их, чтобы они не были высокомерными и уповали не на богатство ненадёжное». Послушайте, что значит слово «ненадёжное». Слово «ненадёжное» по-гречески «adelotes» обозначает нечто непостоянное настолько, что может так же легко уйти, как и пришло. Грамматическая форма слова «уповать», использованная в древнегреческом тексте, рисует образ человека, который возложил свои надежды на что-то, и лишь на это уповает. Но греческое слово «adelotes» говорит нам, что деньги ненадёжны. Они могут покинуть, уйти в любое время. Я могу рассказать вам множество историй о том, как люди сначала богатели, а потом теряли всё. На короткое время к ним пришло это богатство. Если вы богаты, я желаю вам, чтобы вы и дальше оставались богаты. Будьте благословением для Божьего Царства. Будьте благословением для бедных. Будьте благословением потому, что Бог благословляет вас, чтобы и вы были благословением для других. Но у Павла есть предупреждение для богатых. Он призывает. Не превозноситесь. Не считайте себя лучше остальных лишь потому, что у вас большое состояние. Второе. Не уповайте на надёжность богатства, которые уходят так же быстро, как приходят. И потом он говорит, «Но на Бога Живого, дающего нам всё обильно для наслаждения». Бог желает, чтобы вы наслаждались тем, что Он вам дал. Ваше благословение от Бога. Бог желает, чтобы вы наслаждались своими деньгами. Если у вас есть деньги, слава Богу, это благословение. Но не уповайте на это богатство, потому что это богатство нестабильно. Небольшой толчок в экономике, и люди теряют всё, что имеют на рынке ценных бумаг или в своих инвестициях. И мы сразу понимаем, что уповать на богатство нельзя. Уповать нужно на Бога Живого. Уповайте на Иисуса. И если вы процветаете материально, вам особенно нужно помнить, что всё это вам дал Бог. Богатство пришло от Него. Уповайте на Бога. Думайте о том, как быть благословением для всех. И не кичитесь своим богатством. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин